Объявленное правительством повышение оплаты труда преподавателей аж на 200 леев возмутило педагогов. С мизерной зарплатой, которую они получают, учителя не могут себе и представить, как справиться с расходами в зимний период. Ведь цены растут на все. На газ, услуги, продукты питания и другие необходимые людям в повседневной жизни товары. Некоторые из учителей, с которыми мы побеседовали, признают, что в конце каждого месяца вынуждены занимать деньги, чтобы содержать семьи. Подробнее об этом в нашем сюжете. В столичном теоретическом лицее искусств имени Иона Идуины Алдите Аддарович работают 86 преподавателей. Как рассказывает председатель профсоюзной организации учебного заведения Лилиана Бабий, зарплата учителя составляет около 7 тысяч леев. В таких условиях им приходится выживать, ведь у них есть семьи, которые необходимо содержать. По словам Лилианы Бабий, педагогам не остается ничего иного, как выйти на протесты, чтобы быть услышанными властями, поддержав требования Федерации профсоюзов сферы образования и науки о повышении оплаты труда на 35%. У некоторых наших учителей трое детей. И иногда я сама себя спрашиваю, как они выживают и еще работают. Их стаж работы в школе свыше 22 лет. Трое детей. Как они выживают и работают от зарплаты до зарплаты. А ведь их дети тоже учатся. Расходы очень большие. Сравните рыночные цены и наши зарплаты. И мы как-то должны выживать. 9% – неощутимое повышение. Это 200 леев. Мы поддержим профсоюзы. Думаю, выйдем, будем отстаивать свои права. Нас власть вынуждает выйти и защищать свои права. Лилиана Бабей обратила внимание, что на фоне мизерной оплаты колоссального труда педагогов, формирующих будущее поколение, чиновники получают зарплаты в десятки тысяч. Да, я понимаю, что они государственные служащие, но и мы работаем. Мы тоже работаем. Я не думаю, что зарплата учителя должна быть 7 тысяч леев. Кто-то вот говорит, вам повысили зарплаты, но никогда не говорят, на сколько. Не говорят, что повысили на 200 леев, на 100 леев. Общество думает, что нам повышают зарплату до 20-18 тысяч. Но это не так. Педагогический стаж Натальи Ягажан – 22 года. Новость, объявленную правительством, она не считает повышением. В Кишинев на работу она каждое утро приезжает на общественном транспорте из Страшен. А это ежедневные траты. Не говоря уже о повседневных нуждах ее семьи. Я сама из Кишинева, поэтому иногда остаемся у моих родителей в Кишиневе. Но в основном ездим по маршруту Страшена-Кишинев-Страшены с тремя детьми, которых я привожу с собой в лицей. Потому что если они остаются в Страшенах, за ними некому следить. И эти поездки обходятся нам в сотню с чем-то в день. На общественном транспорте? Да, на общественном транспорте. Ждем, когда однажды подумают и о нас. Потому что не знаю почему, о преподавателях, педагогах забывают. И не только о тех, кто работает в лицеях, а и о тех, кто трудится в области дошкольного воспитания. Про нас забывают. А если что-то подкидывают, то по мелочи. 9% или еще меньше. В таком же положении находятся и многие другие преподаватели. В семье мы двое бюджетников. Я учительница, муж, спасатель, пожарный. Тяжеловато с двумя детьми, честно говоря. Боимся повышения цены на газ. Ждем. А в конце месяца, в последнюю неделю приходится одалживать деньги. Кто-то из родственников сказал, если не устраивает зарплата, смените профессии. Это меня немного обидело. То есть в нашей стране не должно быть пожарных и учителей? Хотелось бы все-таки побольше, чтобы хватало до конца месяца. В отпуск никогда не выезжали отдыхать и даже не планируем. Все лето занимаемся обустройством, утеплением дома, покупкой дров и так далее. Хотелось бы, чтобы было лучше. Чтобы детям мы могли сказать, хорошие у нас профессии и уважаемые. Поэтому идите и вы по нашим стопам. С точки зрения профессии не сказала бы, что это эффективное повышение. Это меньше, чем мы думали, зная, что профсоюзы предложили гораздо больше, чем это. Наш труд должен быть оценен по достоинству. И если идет речь о протестах, я думаю, что каждый внес свой вклад и выразил свое мнение. Потому что мы работаем, и работаем довольно напряженно. И в условиях, когда цены растут ежедневно, мы не справляемся с ними. Это правда. Эти вышестоящие видят, какая ситуация в Республике Молдова. И если они говорят, что заботятся о нас и так много обещают, мы на них надеемся, живем только надеждой. Мы не можем опустить руки и уйти. Учитывая, что нам уже объявили о повышении цен на газ и на остальное, разумеется, это повышение зарплаты слишком малое. У нас дети, у нас и другие заботы. И если их заявления о заботе о нас не подтвердятся, конечно, мы выйдем на протесты. Что касается вспомогательного персонала в учебных заведениях, об этих людях власти практически забыли. Конечно, должны и нам повысить. Потому что о техническом персонале, как мы видим, чаще всего забывают. Как правило, повышают учителям, врачам. А о техническом персонале, как я уже говорил, забывают. Строительные материалы дорожают. Работа, дерево, металл. Все абсолютно. Жизнь стала дороже и тяжелее. На что вам хватает зарплаты в 5 тысяч леев? На коммунальные хватает? На это хватает. А куда деваться? Когда получаю, откладываю на коммунальные. Потому что если перенесу на следующий месяц, будет совсем тяжело. Приходит на полторы тысячи. Если еще месяц, получается три тысячи. Совсем тяжело. Хоть бы и нам повысили. Мы ведь тоже работаем. Здесь много детей, и сейчас, когда грязь, много работы у нас. Хоть бы и нам немного повысили. Напомним, в 2024 году оплата труда педагогов выросла на 15%. Хотя профсоюзы настаивали на повышении в 20%. Профсоюзы сферы образования грозят протестами, требуя роста заработной платы выше, чем указано в проекте закона о бюджете на следующий год в размере лишь 9%.